Приветствую вас, дорогие мои любительницы повышевать, на канале Креативные Вышивки. Ну вот, наконец-то мы с вами добрались до гипнотически привлекательных женщин, которых я вам и обещала. Огромное вам спасибо, кто откликнулся и кто добавил список. Конечно, в самом начале вы увидите тех дам, которых включила я, но и в том числе абсолютно все дамы, которые вас гипнотически привлекают и в то же время и чаруют, и удивляют, и немножко, возможно, и пугают, включили в этот список мы и ваших дам, вы тоже поучаствовали, огромное вам спасибо. И первое, да, кстати, сейчас на экране вы видите мою рукодельную подругу Марию. Мы устраивали фотосессию у меня дома, и Маша позировала со своими работами, поэтому Маша будет демонстрировать вот на этом развернутом полотне всех тех дам, о которых мы будем с вами говорить. Итак, первое, о ком бы я хотела бы упомянуть, это леди-волшебница Шалот. И что же нам написала Реги? «Гипнотические, чарующие дамы в искусстве вышивки. Отличная идея, буду ждать с нетерпением. Наборов таких не предложу, но для меня главной леди является волшебница Шалот» от «Леди оф Шалот». Особенно момент, где она восклицает, что устала от одних лишь теней и отражений и вырывается в жизнь, несмотря ни на что. Это перекликается, как мне кажется, и с вашими словами о том, что вышивка – это прекрасно, но нужно жить в реальной жизни, любить, гулять, одеваться красиво. В теме про уход, про мужа, да и ранее вы подобное упоминали. Ещё очень люблю рассказ Рея Брэдбери «Вышивальщицы». Вспоминаю Фрик и других персонажей мифологии, где женщины ткут судьбы. Не зря появился этот архетипт. Женщина с нитями вышивающая – это волшебница. Вышивка приносит красоту, гармонию, успокоение и магию. Чудеса в нашей жизни и судьбы. Ещё такая женщина для меня – это бабушка. Она очень красиво вышивала. Когда её не стало, прошло время. Я, как воспоминание о ней и благодарность, решила что-то вышить и началось. Вышивка – это связь с корнями, с мудростью, с любовью. Часто слышу о вышивке как о семейной эре ликвии. Итак, сейчас вы видите на экране одну из леди Шалот. Я не уверена, что именно правильно я вышивку подобрала, что это леди Шалот – волшебница. К сожалению, на Ютьюбе вы не можете прикладывать свои картинки. Вот такую вышивку я нашла. Но я видела картины с волшебницами. Действительно потрясающие картины. И если есть такие разработки в вышивке крестиком, то это очень большие работы, которые, как мне кажется, можно вышивать от пяти лет. И более они масштабные, красивые, очень тщательно проработанные. Вот именно об этой работе нельзя сказать, что она… Нет, она проработанная, бэкстична, в красивой раме. Но, в принципе, она такого адекватного размера. Сейчас вы будете видеть, да, и видите на экране все те картины. Я надеюсь, что вы будете время от времени отвлекаться от своей вышивки. И мы прекрасно с вами проведем время. Так, вот у меня по списку, здесь у меня написано, но сейчас вы на экран можете посмотреть, это мадам Ля Гош, который я отобрала в своем персональном списке. Поэтому здесь никакого комментария, да, вы не видите эту бабулю Ля Гош выбрала именно я. Я оставлю ссылку на видео, почему же я считаю ее привлекательную, гипнотически привлекательную, но в то же время странную даму в вышивке. Потому что это некая волшебница. Мы с вами, каждый из нас является волшебницей, потому что мы умеем вышивать. У нас есть острая игла, и мы можем ей отгонять злых духов. Этому посвящена данная вышивка крестиком. И я рассказывала вам о том, что эта мадам Ля Гош меня, конечно, в первое время очень отталкивала. Мне показалось, что это даже не то, что странная, страшная женщина, очень некрасивая, да, с беззубым ртом, с узкими глазами, возможно, даже со злым лицом. Но по итогу, рассмотрев ее поближе, я увидела, что это потрясающая бабулечка. Нежная, ранимая, хрупкая, очень добрая, но в то же время оберегающая свой дом от злых духов. У меня есть такой набор в запасах. Я буду его, конечно же, вышивать. И давайте с вами посмотрим, что же у нас дальше по списку. А дальше у нас, вот я перелистываю и смотрю, дальше у нас идет дама и единорог. Я оставлю вам ссылку на потрясающее видео. Много раз его оставляла. У нас есть такая вышивальщица на ютубе «Лохудра с пяльцами», которая изумительно весело и с юмором рассказывает об этой даме и единороге. И действительно, это в то же время странная, но гипнотически привлекательная дама в вышивке, чего стоит только единорог. Очень красивая работа. Да, здесь много такого, не сказал бы, что нас, да, припылено-красного цвета, много цветов. Но главное, конечно же, здесь не только образ единорога, но и дамы в целом. Если уловить ее настроение, возможно, она влюблена в единорога и позволяет ему любоваться собой, смотря в зеркало, находясь рядом с ней. Мне кажется, она даже немножко грустная. Если вы знаете историю этой вышивки, то рада буду ее от вас услышать. А более подробно, к чему вышивать парнокопытных вместе с дамами, вы услышите в видео «Лохудра с пяльцами», где она очень здорово об этом нам всем рассказывает. Так, дальше давайте двигаться по списку. Следующая сюда дамочка, которая попала в этот список странных дам, это «Мона Лиза де Батыро». Вы видите, я эту дамочку вышивала очень-очень давно, наверное, 2013-2014 год. Да, у меня на тот момент существовал канал на YouTube, и многие из вас помнят, как же я ее вышивала. Чем она привлекательна? Ну, своей пышностью, своей добротой, своей харизмой. Да, это не та «Мона Лиза», которую мы привыкли с вами видеть, но это особенная «Мона Лиза», которую создал Батыро. Он ее изобразил именно такой пышной дамой с большим лицом, с грудью, с массивной шеей, но с маленькими ручками, показывая, что все-таки эта дама очень хрупкая, очень нежная, привлекательная, добрая. Каждая из нас хочет быть маленькой девочкой, чтобы наши мужчины продолжали нас и в 50, и в 60 лет носить на руках, потому что нам хочется вышивать, пить кофе с вкусными конфетками, коллекционировать куколок, играть в мишки, в данном случае я говорю о себе, и вышивать вот такие вот забавные вышивки крестиком. Домики в разрезе «Мон Лиза Батыро». Согласитесь, я пока не готова на какие-то серьезные работы, то есть вышить настоящую «Мону Лизу» или какую-либо другую даму, которая будет прямо, знаете, тютелька в тютельке, как на настоящей картине. Понятно, это тоже настоящая картина, она находится в музее золота в Боготе, висит очень красивая работа. Я видела, какого огромного она размера. Конечно, вышитая моя «Мону Лиза» маленького размера, ну, приблизительно, я сейчас уже не помню, наверное, 20 на 30 или 25 на 35, не более того. Но не менее любима, и те, кто видят эту гипнотически привлекательную даму вышивки, достают телефоны и фотографируют. Я вам рассказывала о том, что пришли сборщики кухни, и вместо того, чтобы собирать кухню, фотографировали «Мону Лизу», которая висит у меня над кухонным столом на кухне. Следующая работа – это именно… Обратите внимание, что эта вышивка называется «Самогонщики». Но девушка, которая оставляла комментарий, я его, к сожалению, не нашла, но вовремя сделала в списке пометку, что «Самогонщица» от Немю было сказано. В этой работе мы видим двух волшебных человечков, но вот в данном случае у нас, конечно, привлекательна самогонщица. Я вам чуть дальше покажу, как выглядит полноценная работа, если вышивать все, и самогонный аппарат, и гномы, которые тащат яблоки, и вот этих вот самогонщиков, они очень такие милые, смешные, забавные. Такая самогонщица, мне кажется, матерая, потому что вы видите, у нее изо рта торчит трубка, она курит трубку. Это не сразу бросается в глаза, потому что у ее мужичка мы видим длинную трубку, а у нее такая коротенькая, и она так чуть-чуть приоткрыла рот, видимо, улыбается или что-то сквозь зубы говорит и курит эту трубку. Да, действительно, она очень странная, вы правильно отметили, но гипнотически привлекательная дама в вышивке. Хочется ее вышить? Конечно, да. Раньше для себя я не рассматривала такого производителя, как Немю. Вот посмотрите, сейчас вам увеличиваю более крупную эту работу. Перенесла смашенного полотна на полэкрана. Но сейчас я понимаю, что же девочки-рукодельницы находят в таких работах. Они действительно потрясающие, чудесные, просто необыкновенные. Какие они яркие, какие они стильные, какие эти работы позитивные. Ими хочется любоваться, вот без преувеличения. Да, вот еще раз повторюсь, что раньше я такие вышивки не воспринимала. Да, я видела их сложности, вот, например, да, «Кота-каллиграфа», я видела из этих серий всякие дамы. Мы будем их дальше там обсуждать и смотреть именно производителя Немю. Но вот именно этих героев я никогда для себя не разглядывала. А сейчас я на них смотрю и думаю, почему я раньше не обращала на них внимания. Чудесные разработки, чудесные вышивки, очень интересные, креативные, самое главное, и странные. А почему бы и нет? Вышивки наши должны быть странными. Для чего? Ну, для того, чтобы они привлекали внимание, для того, чтобы хотелось скользить по ним взглядам, согласитесь, чтобы на них смотрели, чтобы ими любовались. И неважно, в каком ключе, отрицательном, положительном, это все равно эмоции. То есть равнодушными эти работы не оставят никого. Так, дальше я переключаюсь на следующую картинку. Вот, посмотрите, вот так бы выглядела на цельном полотне Ра-Бо-Та. Но она немножечко там дальше обрезана. Посмотрите, какой чудесный, красивый самогонный аппарат. И вот стоят самогонщик с самогонщицей и их помощники, гномы, которые тащат даже на перстки, чтобы не упустить ни одной капли самогона. Кстати, я такой крепкий напиток не пью. Он мне категорично не нравится. Следующая работа по списку у нас идет «Портрет женщины в шляпе» от Модельяне РТО. И Ольга написала «Добрый день, Жанна!» в коллекцию прекрасных женщин предлагаю вариант от фирмы РТО. Портрет женщины в шляпе по мотивам картины Модельяне. Действительно, я видела серию этих дам и в шляпах, и без. Это достаточно небольшие работы. Хоть они так четко не проконтурированы бэкстичем, но очень интересны, во-первых, тем, что они полностью отображают картины Модельяне. Они же такие немножко расплывчатые, с темными, светлыми пятнами. И эти женщины, они вроде и некрасивые, но в то же время они, согласитесь, с чем-то привлекательны. Мы их и вышиваем, и смотрим на картинах, и некоторые художники пытаются повторить эти образы. А я, кстати, когда искала для вас хорошую фотографию в интернете, посмотрите, на что натолкнулась. Так, ну мы сейчас с вами посмотрим образ поближе этой дамы. Да? Вот смотрите, немного в ней бэкстича. А теперь обратите внимание вот сейчас, вот эта же дама Модельяне, ну не очень она, согласитесь, вот в вышитом варианте один в один было красиво. А это работа не вышивка крестиком, это вышивка бисером и стеклярусом. Ну какая-то женщина немножко грубоватая получилась, согласитесь. Я когда на нее смотрела, мне показалось, что это ну прям какая-то женщина-зомби. То есть у нее даже нет зрачков, просто белые глаза, вот эта вот шляпа, вот эта вот рука. Но мне не очень понравился фон, потому что все-таки в вышивке крестиком там идет больше приближено к тому, что мы привыкли видеть на картинах Модельяне. Здесь как-то все размыто, и очень грубо передано, но все же, все же согласитесь, что мы здесь можем узнать и его картины в том числе. Какие-то отголоски есть. И когда увидела, я же вам сказала, что не оставляет равнодушными, неважно, отрицательно или положительно. Ну вот хоть на меня это произвело отрицательное впечатление, вот поближе вам сейчас показываю, но все-таки я обратила на это внимание, остановилась, открыла эту фотографию, рассмотрела ее, и узнала художника. И вы, я думаю, что тоже узнаете. Так, следующая работа. Посмотрите. Пишет Ирен Парижен. Насчет странных дамочек. Я писала уже про странную парочку от Нитокс по картине Пикассо. Начала этот набор и ужаснулась ниткам, которыми вышиваются лицо и руки. Они мало того, что коричнево-зеленоватого цвета, так еще и практически одного оттенка, без переходов. На превью все отлично, а на самом деле ерунда какая-то. Вышла рука у этой дамы. Такое впечатление, что это лапа обезьяны. Ха-ха. Я еще заменила 14-ю на 18-ю кан. Вот так, как в две нитки вышивается ПНК. Теперь сижу и переделываю по-своему и лицо, и руки, и волосы. Мне безумно понравилась эта картина. Я не знаю, что выйдет у меня, но я вышью и повешу. Эти воздушные гимнасты – это цирк. Короче, и с нитками, и сюжетом, который далеко не всем понравится. Главное, что это мое-мое. Вот такой интересный комментарий я получила от Ирен. И на самом деле, я не так давно увидела и познакомилась вообще с этим производителем. Он как бы у меня никогда не был на слуху. И с этой работой в том числе. И когда Ира так описала эту всю ситуацию, я поближе посмотрела на саму вышивку и очень смеялась. Нет, я не смеялась, конечно же, ни в коем случае над картиной Пикассо. Вот вышивка, возможно, где-то не до конца проработана. Но мне кажется, производитель хотел передать именно атмосферность, настроение самой картины. Он не хотел добавлять какие-то штрихи, он хотел передать именно цвета и героев, которые изображены. И, возможно, что-то немножко грубовато получилось. Но в целом мне, конечно, хотелось бы посмотреть на результат, который получится. И вот хотел добавить, что в целом эта картина подходит для нашей рубрики странных, но гипнотически привлекательных дам, вышивки. А даму мы видим с вами в оранжево-красном костюме. Так что вот такой вот был чудесный комментарий от Ирен. И презентация ее работы, которую не только она отметила где-то на просторах интернета, но и вышивает. Следующая вышивка, посмотрите на экран. Ольга Ост написала. Про странных женщин у Густава Климта в разработке Риолис есть такие дамы, интересные и очень красивые. Например, материнство или поцелуй. Специфично, но все равно красиво. Ну, насчет странных не знаю, но гипнотически привлекательных, да, это про наше. Я, конечно, кусочек здесь закрыла. Я думаю, что вы понимаете, почему. Для того, чтобы видео у нас не становилось с вами 18+. Поэтому давайте отнесем, что странность заключается в том, что вышивать нужно и обнаженных женщин, какие-то голые черты и силуэт женского тела. Вот пусть странность будет в этом. Но на самом деле она просто привлекательная, просто красивая. Люди заснули. Ну, для меня, конечно, странно, как можно в обнаженном виде заснуть. Я лично закутаюсь со всех сторон и так точно заснуть я никогда не смогу. Даже в жаркое время года. Так, следующая работа. Так, вот, обратите внимание, как эта работа выглядит в увеличенном варианте. Я вам и поближе показываю. Так, следующая работа. Котик Ротстич написала. Жанна, здравствуйте. Для меня королева прекрасного образа это сдержанный взгляд от чаривной мыти. И даже указала, как называется этот набор. Но я имею в виду номерной и символьный для того, чтобы его было легко найти. Вот так вот смотрите. Ну да, что-то такое симпатичное. Но когда я разверну на весь экран, вы ахнете, что здесь у нас 3D-эффект. И вот эта вот кисточка, которая висит на груди, она объемная. Ее нужно будет сделать и расположить. Очень красивая, действительно необычная работа. Я, конечно, не сказала бы, что я интересовалась, что там у чаривной мыти вообще выходит. Ну, каких-то несколько наборов я видела. Но это первое, что из этого производителя. Действительно, меня прям, я когда посмотрела, я ахнула. Очень красиво. И цвета подобранные. И вместо волос вот эта вот прическа из маков. И вот эти вот воздушные рукава. Сзади крылья. Все в цветах. Все в блестящей нити. Вот эта вот кисточка, которая в виде украшения висит. Просто потрясающе. Да, возможно, какое-то странно холодное лицо. Такие ледяные глаза. Возможно, это волшебница. Да, она не должна быть доброй. Она должна посмотреть пронзительным своим взглядом. Фея. Фея. Может быть, фея-волшебница. Она должна посмотреть насквозь. Заглянуть в душу каждого человека. Для того, чтобы понять. А стоит ли для него делать это волшебство. Исполнять его желание. Очень красивая, необычная вышивка. Действительно, кто-то скажет, ну, руки какие-то здесь темные. А мне кажется, это высокие перчатки. Это даже не голые руки. Это руки в перчатках, которые спрятаны. Полностью укутана она вплоть по самое горло. Вы видите, да, здесь все закрыто. Открыто у нас только одно лицо. И, как я сказала, взгляд очень пронзительный. Очень. Но она гипнотически привлекательная. Так, следующая у нас работа. Так, давай, Мария, показывай нам, демонстрируй. Так, Светлана пишет. Добрый день, Жанна. Насчет странно притягательных женщин вышивки. Для меня это королева. Царица в скобочках. Фей отнимю. Красная королева с кинжалом в руках. Она прекрасна и опасна одновременно. Когда-нибудь обязательно вышью ее. Вот такой вот был комментарий от Светланы по поводу странных, но гипнотически привлекательных дам. Это тоже у нас идет фея, как и предыдущая. И у нее на плече сидит какая-то маленькая, такая огнекрылая фея. И у нее кинжал. Посмотрите на ее необычные ушки, на такие каплевидные сережки, на огненные ее волосы. И она такая действительно воинственная. Я к своему стыду не читала те произведения, которым и не смотрела фильмы, которым посвящены все эти герои, откуда они взялись. У них наверняка есть и свои имена, и свои истории, и сказания. Но я пока об этом ничего не знаю, поэтому не могу сказать. Но лицо очень красивое, детально проработанное, несмотря на то, что здесь очень много красного цвета. Вот сейчас я покажу вам поближе, как это выглядит. Посмотрите, у этой дамы тоже перчатки на руках, но у нее как бы оголены пальцы. Необычная работа, действительно. Я, в принципе, женщин не вышивала. За исключением Моны Лизы де Беттеро. И еще одной работы, которая мне очень-очень сильно понравилась. Но я буду вам ее показывать уже в другом видеоролике, потому что мы не можем ее назвать странной, поэтому она не попадает сюда. Но она очень привлекательная, ранимая, хрупкая, необычная вышивка. И это уже тема другого видеоролика. Так, следующая, давайте, дама. Сейчас перемотаем. Это у нас сторожевая чайка от РТО. Мария пишет, а по поводу женщины мой вариант. РТО, сторожевая чайка. Странно, притягательная особа. Действительно, здесь мы видим такую девушку, тоже воинствующую в красном развивающемся плаще, в таком красивом платье, в таких грубых перчатках, на которые садятся у нас птицы. Вдалеке мы видим корабли. Возможно, она дочь капитана. И она привыкла бороздить моря, океаны, постоянно где-то путешествовать. У нее развиваются волосы, у нее такой строгий взгляд. Давайте мы с вами ее посмотрим сейчас поближе. Вот она. Выглядит она по-королевски чудесно. Обратите внимание, что в этой вышивке практически нет бэкстича. Действительно, очень здорово, когда бэкстича нет. И он достигается путем минимальных линий. То обратите внимание, где-то там вдалеке на корабле, который имитирует веревки вот эти вот бесконечные. Я так просто пригляделась сейчас поближе, посмотрела. Поэтому эта работа тоже необычна. Но вы знаете, когда я сейчас смотрю на эту работу, еще раз более внимательно, я не права. Это не вдалеке у нас корабли. Это у нее головной убор. Вы представляете? До меня только сейчас дошло. Это вообще какая-то у нас королева. Посмотрите, у нее находится воротник на горле. Такой вот он сжатый, такой как гофрированный. А на голове вместо короны у нее находится огромный-преогромный корабль. Как же она вообще выдерживает в нем ходить? Действительно, королева моря. Или корабельная королева. Вот, скажем так, необычная действительно, притягательная, но странная женщина. Уже одним головным убором. Следующая работа, ее посоветовала включить сюда Татьяна. И Татьяна написала «Самая странная для меня девушка в вышивке. Это мертвая царевна». Авторская схема от Алисы Акниас. Многие рукодельницы ее вышивают. Вы знаете, вышивки я не нашла. Я сюда вставила как бы вот обложку будущего набора, будущей схемы. Но это не схема, понятно, но и не отшив. Значит, что можно сказать про эту вышивку? Она странная. Очень странная. Действительно. Вот если бы мы здесь с вами раздавали места, наверное, она была бы на первом месте по странности. Потому что вот вышивать скелет здесь живого-то практически ничего нет. Это как мертвая... Ну да, вот здесь Татьяна и написала, что мертвая царевна. Все правильно. То есть голова-то у нее на месте. С кожей, с глазами. Вот волосы развиваются. А здесь у нас один скелетик-то остался. Вы представляете? Вот эта мертвая царевна где-то в чем-то лежит. Какой-то терновый куст. И вот посмотрите, здесь поближе и розы. А все это у нас острое, с шипами. Ну, значит, так надо. Обратите внимание, что с руками у нас все в порядке. Ну, действительно, очень странная вышивка. Так, я думаю, что добавить про Алису Акниас мне больше нечего. И также Людмила предложила пополнить этот список странными дамами в дизайнах Барбары Анны. У Барбары Анны разные абсолютно дамы. Но я повыбирала и подумала, ну, почему бы не включить вот это вот недавно разработанную. Ну, как, относительно недавно, наверное, в начале 22-го года Барбара Анна разработала матрешку. Обратите внимание, это не сразу бросается в глаза, но она действительно, это матрешка. Вот кажется, что просто полтуловища изображено, но нет. Это до самого основания, где должны быть ноги. Вот здесь вот фартушек матрешки, ее голова, она в платочке. И сверху у нас в таком красивом головном уборе в кокошнике. Здесь у нас расположены по разным сторонам цветы какие-то диковинные. И интересная, необычная, притягательная работа, но достаточно странная. Я первый раз на самом деле вижу вот такого типа матрешку, который еще вышивается на льне. Необычно, очень красиво. Матрешка у нас изображена такая она, видимо, рыженькая. У нее на лице располагаются веснушки. И взгляд у нее более такой современный. Интересный дизайн, правда? Это все, что вы мне прислали, все, что вы мне написали. Сейчас я еще раз посмотрю на список. Но нет, я всех сюда включила, всех абсолютно сюда включила дам. Вот такие вот дамы были предложены вами. Напишите, какая дама вам понравилась, какая дама категорически не понравилась, и вы не стали бы тратить свое время, чтобы ее вышивать. Эти вопросы я задаю не для того, чтобы обидеть чью-то разработку, дизайнера, набор и так далее. Просто мне интересно. Возможно, вы что-то вышили из этого. Возможно, вышиваете. А может быть, только в перспективе. Очень-очень хотите, и вам что-то очень сильно понравилось. Если есть сюда что-то добавить еще, то милости прошу, добавляйте. Возможно, мы с вами этот список пополним и еще. А на этом я буду заканчивать видео. Я надеюсь, что выйдет завтра. Буду очень на это надеяться. Вот такое было видео. Надеюсь, что вы прекрасно провели со мной время, повышивали. Ждите видео еще обязательно. Увидимся, дорогие мои, и услышимся в моих новых видеороликах. Всех обнимаю крепко-крепко. Давайте пойдем с вами и как навышиваем. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok